В этом году Народной службе полиции исполнилось 98 лет. В управлении МВД поздравили с профессиональным праздником участковых уполномоченных, а также напомнили гражданам об интернет-безопасности. Начальник отдела Дмитрий Кузнецов отметил, что в этом году с участием участковых было раскрыто более 2000 преступлений. По сравнению с прошлым годом, в 2021 уровень преступности значительно снизился, в том числе в связи с активным проведением профилактических мероприятий. В числе обязанностей участковых – обеспечение личной и имущественной безопасности граждан, предупреждение и пресечение правонарушений и охрана общественного порядка. Также в число обязанностей входит и профилактика кибермошенничества, случаи которого участились на территории области. Дмитрий Кузнецов напомнил, как распознать злоумышленников и не стать жертвой преступления. «На сегодняшний момент один из главных проблемных вопросов на территории любого субъекта, в том числе Смоленской области, это преступления, связанные с IT-мошенничествами. IT-преступления, то есть дистанционные, совершаемые дистанционным способом с помощью различных электронных гаджетов и электронных программ. Сотрудники участковой полномочной полиции наиболее активные сотрудники, которые поставлена задача проводить профилактику о недопущении данного вида преступлений. В целях данной работы подразделением УВД Смоленской области уголовно-розыском, отделом сообщественных связей и участковой полномочной разработаны памятки. Все, возможно, их видели на подъездах домов, в том числе в больших сетевых магазинах, в том числе в организациях, руководителям и на, допустим, проходных. Для того, чтобы граждане их видели, их считали, обращали внимание на то, что мы хотим до граждан достучаться. Самая главная информация в этих памятках о том, что граждане, использующие электронные карты для хранения своих сбережений, никому, ни при каких обстоятельствах не должны сообщать свои установочные данные, в частности, карты, установочные данные паспорта и, естественно, пин-код от карты. Преступление, к сожалению, встречается очень часто. По сравнению, конечно, с прошлым годом у нас зарегистрировано снижение. Работа профилактическая ведется. Это дает свой результат. Ведь системы все-таки еще не все граждане не до всех достучались, не все, скажем так, с пониманием относятся и считают, что с ними это не произойдет. Наиболее часто встречаемые способы мошенничества и, скажем так, схемы. Сотрудник службы безопасности звонит из банка. Любого банка. Сбербанка, ВТБ и так далее. Поверьте, никто из службы безопасности банка никогда никому не позвонит. Это мошенники. Далее. Купли и продажи через интернет. Особенно сейчас очень сильно развито. Почему-то мошенники используют авито. Никогда нужно довести до граждан и до вас завожу. Деньги не переводятся, пока не получите свой товар. Ну или какую-то там, хотите купить вещь. Пока вы не увидите в руках, пока не ознакомитесь с гражданином воочию, по почте или каким-то переводом. И тем более заранее деньги категорически переводить нельзя, не надо. Уберегите себя от потери ваших денег. Возможно и чаще всего это мошенники. Настоящий непрепорядочный гражданин, который продает вещи, он встретится, продаст и все у вас будет хорошо. Продолжение следует...